Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов у микрофона ведущей Саргалана Антонова. Буквально в эти дни, а если быть точнее, 7 июня, совершается приём заявок на третий по счёту грантовый конкурс, объявленный президентским фондом культурных инициатив. Напомним, что глава государства поведал о его создании в своём послании Федеральному собранию ещё в прошлом году. Объём грантовой поддержки тогда составил 3,5 миллиарда рублей. Если на первый конкурс было подано 12,5 тысяч заявок, то на второй более 10 тысяч. Всего по итогам этой работы было поддержано более 3 тысяч проектов практически со всех субъектов. То есть мы можем говорить, что здесь участвует вся Россия. Основная задача фонда культурных инициатив – это обеспечение поддержки проекта в области культуры, искусства и креативных индустрий. Его глава Роман Карманов отметил, что никаких финансовых ограничений в настоящее время нет. Участники проекта сами вправе указать свою сумму заявки. Итак, чем данный грантовый конкурс отличается от остальных? Какие проекты и по каким направлениям можно будет оформить заявки? И каким образом в нашей республике были поддержаны проекты двух предыдущих конкурсов? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, сегодня мы пригласили в студию наших гостей. Итак, это ведущий специалист ресурсного образовательно-методологического центра Дома дружбы народов имени Кулаковского Екатерина Евгеньевна Егорова. Добрый день. Здравствуйте. Исполнительный директор ресурсного центра содействия и развитию некоммерческих организаций АКФА Александра Иннокентиевна Гурьева. Здравствуйте. Здравствуйте. И врач-невролог высшей категории, представитель агентства стратегических инициатив от Республики Саха в Якутии по направлению социальные проекты Ида Афанасьевна Белых. Приветствуем вас. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа одновременно выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Итак, мы начинаем наши разговоры. Действительно, у наших земляков есть возможность получить финансовую поддержку на реализацию своих инициатив. И инициатором этого конкурса, еще раз напомню, выступает президентский фонд культурных инициатив. Расскажите, пожалуйста, что это за структура, какие задачи поставлены перед ним главой государства? Пожалуйста. Я хочу сказать, что фонд, который создан, оказывает огромнейшую поддержку всем инициативным людям и всем людям, живущим какой-либо творческой идеей или творческой деятельностью. И буквально за год его существования, все, кто, наверное, работает в сфере культуры, просто запредельно счастливы, что могут воспользоваться помощью и поддержкой фонда. Почему? Потому что он предоставляет множество направлений. Можно подать по разным типам проекта. Я могу перечислить, да? Да, пожалуйста. Ну вот, например, тематика, может быть, «Нация-созидатель» или «Великое русское слово», то есть проекты по литературе, или тематика «Я горжусь», все проекты патриотической направленности. «Место силы» — это те проекты как раз-таки из отдаленных районов, регионов, каких-нибудь глубинок таких, да? «Культурный код» — это то, что составляет культуру, на чем держится культура всего нашего народа, живущего в России, в республиках и районах. «Молодые лидеры» — данное направление позволяет участвовать в молодежи, проявлять какие-то свои инициативы. Такое же направление для поддержки молодежи — это стартапы в области культуры. Или же еще одно направление — это история страны вехи для людей, организаций, позволяющие приобщаться к истории за счет своих проектов. В основном, наверное, в этом направлении музеи могут участвовать. И многонациональный народ, еще одна тематика, позволяющая даже коренным малочисленным народам Севера участвовать и проявлять свои инициативы. И самым малочисленным народам, и другим всем. Не только малочисленным, и всем народам России. Ну, я имею в виду, что национально-культурным объединением. Да, национально-культурным объединением, да. Ну, вот именно в этой категории имеют успех такие организации и проекты. Ну, и типаж проекта может быть тоже любой. Это могут быть проекты, которые такие межотраслевые. Да, как бы одна деятельность и другая, где они перекликаются или смежные. И, ну, позволительно собрать их в один проект. Образовательные и наставнические, например, вот поскольку могут участвовать в муниципальном образовании или школы. И у них наверняка есть какая-то внеклассная деятельность по наставничеству. И вот такие проекты позволительно тоже подавать, да, на конкурс. Тип может быть проекта по выявлению молодых талантов, или проекты креативных индустрий, или стартапы, как я уже сказала, да. Проекты, предусматривающие проведение фестивалей. Проекты в области современной популярной культуры. Ну, то есть очень широкий абсолютно спектр, диапазон. Можно участвовать практически любым организациям. И что мне еще больше всего нравится, то, что этот фонд позволяет участвовать организациям не только некоммерческим, как было до этого, но и коммерческим. Это могут быть индивидуальные предприниматели или другие коммерческие организации. И также муниципальным образованием. То есть практически любая библиотека, школа, дом культуры, там какого бы то ни было отдаленного района, региона России, может принять участие в данном конкурсе и выиграть его, и получить финансирование на реализацию каких-либо своих проектов. То есть это колоссальное просто преимущество этого фонда. И что самое еще мне больше всего нравится в нем, то, что они конкурсы организуют не как там один раз в год, как другие до этого были, а вот уже буквально за 2022 год уже второй конкурс уже. То есть на счету фонда уже даже, можно сказать, пятый, потому что два специальных было объявлено. И на сегодняшний день второй конкурс 2022. Я не удивлюсь, если они к концу 2022 года объявят еще один конкурс, за что им огромнейшее спасибо. И, как говорит сам Роман Владимирович, участие может принять вообще любой человек, который даже, я не знаю... Как физическое лицо. Как физическое лицо, как индивидуальный предприниматель. Например, он индивидуальным предпринимателем является, не знаю, автосервис какой-нибудь, да? Но этот человек любит играть на гитаре, и, может быть, у него есть хобби, вот у него группа. Он спокойно может подать от своего ИП, которая как бы даже не профильная, да, а вот на этот конкурс, и какой-либо там, не знаю, стартап, или пусть это будет поп-культура. И с этой группой своей, не знаю, поехать на гастроли, или организовать какой-то концерт, или что-либо еще. Ну, то есть, это очень здорово, что вот такой фонд позволяет развиваться практически всем, кто вот живет идеями и живет в творчестве. Да, это очень хороший шаг, да, когда был расширен круг потенциальных заявителей, грантополучателей, да. А вот как показал себя наш регион в предыдущих конкурсах? Ну, могу сказать информацию вот по первому конкурсу 2022 года, который прошел... Прием заявок был зимой, и результаты были объявлены недавно, весной. От республики победило 18 проектов. Они, ну, такие разнонаправленные, да, и как с точки зрения вот организаций подающих, так и с точки зрения вот идейной такой, составляющей в этих заявках. Ну, поддержку получили и проекты направлены на сохранение якутского языка, на сохранение венкийского языка, на развитие креативных индустрий, да, вот самый большой объем был выигран единым ресурсным центром. В российской культуре два проекта. Да, совершенно верно. Ну, очень... То есть, вообще, когда смотришь, как-то немножко мониторишь вот эти вот итоги, ну, можно сказать, что эксперты, проверяющие заявки, они очень демократичны и лояльны практически ко всем, и позволяют выигрывать и хоть как-то, ну, стартовать с чего-то, развиваться. Очень хорошо, что вот сегодня на передачу мы пригласили еще и авторов этих проектов, да, те, кто, собственно, писал, разрабатывал эти проекты, кто их реализовал, и они расскажут нам сегодня о своем опыте, да. А есть ли какие-то ограничения по суммам грантов? Ну, по суммам в этом... Больших ограничений вообще нету, как таковых ограничений. Но если смотреть по опыту фонда президентских грантов, там есть тоже ограничения до 500, свыше от 500 до 3 миллионов, но таких вот ограничений не объявляли вообще. Вот фонд президентский фонд... То есть, если мы считаем, что наш проект может рассчитывать на миллион рублей, мы так и пишем. Да, можем и на миллионы, и на 10 миллионов написать. Но нужно все обосновать, нужно очень хорошо обосновать в бюджете. Поэтому и бюджет должен быть реалистичный, потому что они спрашивают, потому что когда уже в процессе реализации проекта, отступать ни на одну копейку даже нельзя получается от того, что написали сами же в своем проекте. Хорошо. А кто оценивает работу конкурсантов? Вот я думаю, что очень многие участники, например, могут комплексовать, думать, вот там, наверное, нас будут оценивать такие финансисты, там же и финансово-экономическая сторона вопроса есть, и экспертизу будут проводить, проектов и так далее. Фамилии экспертов есть на сайте, а если говорить о суммах, то вот именно фонд культурных инициатив, он не ограничивает суммах. И в первом конкурсе на сумму больше 100 миллионов подали тысячу организаций, но победила одна, потому что у них было хорошо обосновано. Поэтому и это Хабаровский край, дом культуры. Хорошо. Я знаю, что вот ваш центр может оказать поддержку, своеобразную помощь, проконсультировать не только по написанию грантов, но также, наверное, помочь с идеями. Да, безусловно. Вообще меня очень радует, что в городе Якутске несколько ресурсных центров, в том числе и мои коллеги, которые здесь сидят. И мне очень нравится, что мы такие разнонаправленные. Ну, что могу сказать про Дом дружбы народов и ресурсный центр, то, наверное, специфика больше людей, которые обращаются к нам, вот непосредственно по культуре. Ну, привычно, что Дом дружбы народов — это некогда был домом культуры, и как бы все равно основная масса людей, которые к нам заходят, это вот именно по культуре. Консультируем, безусловно, режим работы с 9 до 6 каждый день, в том числе могут быть индивидуальные консультации, можно провести экспертизу проектов. Но мы также делаем проектные мастерские. Вот на предыдущий конкурс у нас была такая проектная мастерская, мы приглашали федеральных экспертов. И, собственно говоря, благодаря этому, наверное, у нас вот и в числе 18, 4 наших победителя. И мы с удовольствием поделимся и идеями, и подскажем, как направить. Идеи есть еще. Такой момент, вот, например, человек работает с каким-либо коллективом творческим, и постоянно привык уже делать, допустим, концерт. Год занимается, делает в конце года как бы такой концерт. И думает, что это проект. Да, творческий отчет. И думает, что это проект. Но на самом деле нет. Вот этот отчетный, как бы, концерт, он может быть только частью проекта, как бы одним из мероприятий этого проекта. На проект надо смотреть выше, шире, смотреть как-то более объемно на ту деятельность, которой занимаешься, и понимать ту миссию, которую вот ведешь, несешь и реализуешь ее, да, путем, там, образования детей или воспитания, или что-то, создания каких-то, там, концертов или еще каких-то проектов и так далее. Вот. И немножечко приходится вот таких вот людей-специалистов перенаправлять, переструктурировать их вот это вот мышление, чтобы оно, чтобы их идея ложилась именно вот в структуру заявки. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Напомню, сегодня мы говорим о фонде культурных инициатив. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о том, какую поддержку сегодня могут получить люди, которые занимаются творчеством. 7 июня завершается срок приема заявок на грантовый конкурс, объявленный президентским фондом культурных инициатив. Какого рода проекты за это время представили на конкурс наши земляки? Чем они смогли заинтересовать конкурсную комиссию? И как на сегодня идет реализация их проектов? Об этом и многом другом сегодня наш разговор в студии прямого эфира. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Итак, финалисты предыдущего конкурса фонда культурных инициатив, конечно же, начали свою работу. И давайте поговорим с одним из представителей, который одержал победу. У нас в гостях авторы проекта «Добрый почин» Александра Иннокентьевна Гурьева и Ида Афанасевна Белых. Александра Иннокентьевна, расскажите, пожалуйста, о своей организации, как давно вы работаете, на что направлена ваша деятельность? Ну, выиграли мы с проектом от фонда поддержки гражданских инициатив «Добрый почин». Этот фонд образовался в 2017 году и с 2019 года уже начал участвовать в проектах различных и побеждать является победителем трёх конкурсов фонда президентских грантов и вот одного конкурса, самого первого конкурса президентского фонда культурных инициатив. Но можно сказать, что мы вот эту идею написать проект и испытать на себе, каково это выиграть проект президентского фонда культурных инициатив, как бы у нас эта идея возникла сразу, и мы начали её реализовывать. И очень хорошо, что мы победили и реализовали уже практически сегодня, 31 мая, последний день нашего проекта. Мы начали его в декабре 2021 года. И несмотря на все трудности, то есть весь проект реализовался в период ограничительных мер и также ещё много других событий было. Члены нашей команды и болели, и так далее. Но тем не менее мы все мероприятия выполнили, и наша цель была популяризировать народный эпос Олон-Хо посредством визуализации, поскольку, ну не секрет, что не все владеют якутским языком, что и Олон-Хо такой вот трудный жанр, можно сказать, его слушать трудно. Не каждый может сидеть и слушать его. Поэтому наш проект включал не только творческие встречи с деятелями культуры, но ещё и мастер-классы. Мастер-классы проводили художники, члены Союза художников Тереза Пачекачавис и Алиф Атис. Алиф Атис у нас 20 мастер-классов провела. Каждую неделю мы собирались и проводили. То есть можно сказать, что всем участникам можно выдать дипломы по художественному мастерству. И, кроме того, наш проект включал ещё два конкурса. Конкурс селфи в стиле Олон-Хо, в костюме в стиле Олон-Хо, и конкурс рисунков на тему Олон-Хо, по результатам которых мы выпустим альбом комиксов на тему Олон-Хо. Кроме того, ну мы постарались поощрить всех участников, которые присылали нам рисунки. А рисунки нам присылали со всей республики Саха, можно сказать. И самые активные были из Верхневилюйского улуса, это и самого села Верхневилюйский, села Тобыя Верхневилюйского улуса, также село Балугур Ангинского улуса очень активно участвовали. И Хатасская детская школа искусств очень активно выступили, они организовали выставку. Но все эти организации, они организовали выставки у себя в организациях. Это детская школа искусств, как уже сказал, центр культуры в селе Балугур Амгинского района и в школе Тобое, в общеобразовательной школе села Тобое. В общем, мы благодарны всем, кто принял активное участие в этих мероприятиях. И хотелось бы призвать, чтобы все участвовали, потому что все эти организации могут и сами участвовать, и сами написать свои собственные проекты. Для кого был предназначен ваш проект? Прежде всего для молодежи, я так понимаю. Да, этот проект был предназначен, прежде всего, для молодежи от 14 до 23 лет, чтобы привлечь внимание именно к ЭПСУЛОНХО. Хорошо. Какие еще события вошли в перечень мероприятий? Я вот слышала, что у вас даже фотосессия была для журнала. Подождите, у нас телефонный звонок поступил. Давайте его примем. Алло, добрый день. Послушайте в наушниках, пожалуйста. Алло, говорите, пожалуйста. А, добрый день. Уважаемая Саргулана, уважаемые господи, хангалатский улус, Валерий Иванович, ваш постоянный слушатель. Я бы хотел вот девчонкам задать такой вопрос. Все-таки президентский грант это огромный, охватили. Сами культура, сами все. Все полностью охватывает. И вот я человек военный, и поэтому я хотел бы узнать. Вот военно-патриотическое, хоть одна инициатива, какой-нибудь проект прошел там или нет, и выступали по этой части или нет. Сейчас в стране очень сложное положение. Вам об этом говорить не надо. Международное положение в связи с общими санкциями очень страшное. Плюс спецоперации на Донбассе, на Украине. Поэтому вот что-то бы хотелось бы вот такое в ногу со временем, чтобы наши люди тоже думали о России, думали о президенте, думали о республике Саха. Хорошо, спасибо вам за вопрос. Есть какой-нибудь? Есть, конечно, да. Я могу ответить, наверное. Все конкурсы грантовые проводятся по определенным направлениям и тематикам. И в главном конкурсе страны, фонда президентских грантов и вот нового фонда президентского культурных инициатив, есть такое направление патриотическое воспитание. Поэтому организации участвовали и побеждают. Но сейчас вот если вот просто сразу на память сказать, то у Нейдингли есть очень хорошая организация, которая занимается вот трудными подростками и без пропавшими. Вот у них очень интересная такая была идея. У них и сплав будет, и летние занятия будут вот на разных таких сложных тренажерах. Хорошо. И кроме того, я добавлю, да, тоже в третьей части нашей передачи тоже будет у нас автор проекта, как раз-таки связан с патриотизмом. Поэтому оставайтесь с нами, и вы непременно узнаете, что это было за проект и кто его организовал. А мы продолжаем наш разговор и говорили о фотосессии, да, которые организовали тоже в рамках проекта. Мы организовали фотосессию для победителей конкурса в стиле Алон-Хо. То есть конкурса селфи в стиле Алон-Хо. То есть дети присылали свои фотографии, можно в костюме в стиле Алон-Хо. Но не обязательно было шить костюм, можно было его дорисовать. Ну, сейчас же есть разные технологии. Можно было просто маску сделать или шлем. И мы даже организовали один мастер-класс, где сделали бастына и шлем богатыря. То есть сами смастерили его. И кроме того, сделали венецианские маски, которые можно вот так накладывать на лицо. После этого мы все эти маски еще и растиражировали. И сделаем подарки всем, кто прислал нам фотографии. А победителей мы пригласили на фотосессию. И из села Тобу я даже приехал победитель, 13-летний мальчик, но который представлял, сделал фотографии в стиле Сиркен Сиген, это сказителя, народного сказителя. Его совершенно было не узнать. Он был в бороде, сел очень художественно, сделал фотографии. Поэтому его пригласили и сделали фотосессию с публикацией в проекте «Преображение» журнала «Журфикс». Можете посмотреть, да. То есть результаты вашего проекта можно даже увидеть воочию. Ну а мне хотелось бы все-таки совета попросить у вас, как у людей, которые уже приняли участие в конкурсе фонда культурных инициатив, уже выиграли, можно сказать, притворили свой проект. Вот какие основные ошибки допускают наши якутяне, когда готовят проект, когда пишут заявку? Основные ошибки, что у нас люди очень креативные, очень активные и очень деятельные. И поэтому, если где-то вот идей не хватает, то в нашем регионе, я считаю, идеи надо сократить. Они хотят в одном маленьком проекте 10 разновекторных мероприятий и для 10 разных целевых аудиторий провести. То есть растекаются? Да, ну слишком масштабные, можно сказать. А проект — это все-таки определенный период, и поэтому на короткий период надо взять одну идею. Например, если взять проект «Аланхо», а что еще можно сделать? Это мировое наследие. Казалось бы. Это можно визуализировать, и результат должен быть измеримый и достижимый, и прямо вот его можно пощупать. И поэтому в этом проекте есть публикации журнальные, выставка была из этих картин организована. И, кстати, президентский фонд культурных инициатив заметил этот проект, и прямо даже на втором месте реализации обратились, чтобы публикация была в российских СМИ. Да, кстати, да, они опубликовали информацию про наш проект в своем сайте. И одна еще ошибка является, что в команду собственными силами стараются. Все-таки в команду надо привлекать специалистов. И вот этот проект, он зазвучал, потому что все-таки вот два художника, которые были в команде проекта, это люди, можно сказать, с мировым именем. Это просто достояние всей России. И, конечно, это отразилось, и я была сильно удивлена, что дети могут рисовать, вот за три часа прямо художниками становятся, когда с ними работает мастер. И поэтому создание впечатлений для детей, участвовать, это, конечно, очень хороший вклад в развитие вот этих детей. Вот одна ошибка, что слишком многовекторно берется. Вторая ошибка, что команда недостаточно хорошо прописывается. Ну и третья, наверное, можно сказать, занятость, наверное, да, потому что все-таки поддержка идет же финансовая, из бюджета Российской Федерации или из нашего бюджета, если наши республиканские конкурсы. Поэтому там есть определенная логика. И поэтому метод материала нужно читать, там все написано. Может, я добавлю еще, да? То есть более внимательно нужно будет отнестись к условиям этого конкурса. Да, может, я добавлю. Есть еще основная ошибка, когда деятельность выдают за проект. То есть пишут, например, говорят, мы хотим привлечь туристов. Говорят, мы хотим привлечь туристов, вот наша цель, вот мы хотим, чтобы увеков... Ну, то есть можно было обратить по-другому. Говорят, у нас село, допустим, там, Мончары, героев наших, говорят, и на этом основании хотят привлечь туристов. То есть путают бизнес-цель и культурную цель, именно социальную цель. То есть здесь нужно разграничение делать. Для проекта есть очень важное слово «проблема». Для того, чтобы двумя словами рассказать проект, и он будет поддержан или нет, нужно иметь одно предложение, как ты можешь рассказать о своем проекте. Например, проект «Тилонхо» — это устное народное творчество, мировое наследие, но мало визуальных образов. Поэтому для того, чтобы привлечь молодежь, мы хотим визуализировать. Вот слово «визуализировать» — мы хотим, это весь проект. И результат, эти образы персонажей будут визуализированы. Вот результат. Вот была проблема, нет визуальных образов. Вот мы проводим мероприятия, визуализируем, и вот они визуализируются. Вот проект. Если вы вот так можете описать проект, любой проект, нет плохих проектов, нет хороших проектов, так грантодатели говорят. Есть плохо написанные проекты. Неправильные. Да, поэтому пишите. И, кстати, все проекты оцениваются по десятибайной системе, по десяти критериям. И поэтому можно посмотреть, по какому критерию, какую оценку получил. И слабенькую сторону можно доработать. На следующий год. Да, можно подавать эту заявку еще раз. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы вновь перервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Я напомню, сегодня мы говорим о конкурсе Фонда культурных инициатив. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о том, какую поддержку сегодня могут получить люди, которые занимаются творчеством. 7 июня завершается срок приема заявок на грантовый конкурс, объявленный президентским фондом культурных инициатив. Какого рода проекты за это время представили на конкурс наши земляки? Чем они смогли заинтересовать конкурсную комиссию? И как на сегодня идет реализация их проектов? Об этом и многом другом сегодня наш разговор в студии прямого эфира. Ну и кроме того, участники дают очень полезные советы. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, я рада представить еще одного победителя конкурса Фонда культурных инициатив. Это проект-молодежный фестиваль патриотической песни «День героя», о котором нам расскажет его автор Евдокия Петровна Винокурова. Евдокия Петровна, вот как раз-таки во второй части нашей программы прозвучал звонок, и нас спросили, а есть ли проекты по развитию патриотизма, да? А вот он как раз-таки есть, да? Давайте расскажем о нем. Что это была за идея? Добрый день, дорогие зрители, дорогие участники нашей встречи. Наш проект «День героя» был посвящен 100-летию героя Советского Союза, первого из якутян Федора Кузьмича Попова. И этот проект, он вынашивался на самом деле не один год. Эта идея у меня появилась, когда еще я работала в Арктическом институте культуры и искусств, поскольку я работаю со студентами, с молодежью, обратила внимание, что не так много они работают с материалом именно нашего патриотического культурного наследия, которое на самом деле очень большое и очень значимое, ценное. И так же, как и имея детей школьного возраста, тоже подумала, что это проблема. И вот спрашивая своих детей, оказалось, что они вообще мало знают вот этот патриотический репертуар, который на самом деле передает очень важные ценности жизни и формирует в человеке даже, можно сказать, стержень. Вот песня сопровождает нас еще, даже человек не родился, а уже песня, музыка, он звучит, когда мать ему напевает. Поэтому через песню передаются, конечно, очень такие большие важные жизненные установки. И перейдя в Центр культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина, я поняла, что настало время, потому что вот наш коллектив, он обладает вот тем самым потенциалом, который в состоянии реализовать этот проект. Вот у нас вот режиссер этого проекта, молодой Александр Александрович Желобцов, сценарист Виктория Георгиевна Дегтярева, которая еще являлась и призером по киносценариям, и наш коллектив вообще молодой сам по себе, очень энергичный и ответственный, организованный. И поэтому я была на сто процентов уверена, что, во-первых, наш проект получит поддержку Гранта фонда культурных инициатив, и что мы в состоянии его реализовать достойно. То есть появилась идея, это была песня, дальше вот как шла работа над проектом, как вот он обрастал, может быть, какими-то формами и так далее. Внимательно слушая вебинары фонда культурных инициатив, мы сформировали программу. Потому что это не… вот в чем заключаются вот грантовые, так сказать, проекты, да, в том, что это не только одно мероприятие, это должен быть комплекс мероприятий. То есть это вот, допустим, в нашем случае это не просто гала-концерт, да. Мы проводили отборочный этап, а также в нашей программе это… Во-первых, мы провели благотворительную акцию «Красная гвоздика». Есть такой российский фонд «Память поколений», и средства, собранные по этой акции, они идут на лечение ветеранов и Великой Отечественной войны, и боевых действий. Вот. Кроме того, мы сделали подкасты, видеозапись ветеранов боевых действий, а также вот Матвей Васильевич Мучин, земляк Фёдора Кузьмича Попова, вот его родные вот его помнят, да, и вот он рассказывал про его детство, вообще вот про его становление как личности, ну, вообще вот про то, как Великая Отечественная война отразилась, да, в нашей истории. И вот эти подкасты, вот сегодня вот предыдущие герои наши говорили о важности визуализации. Действительно, сейчас вот вообще любое действие надо оставлять цифровой след, и на нашем YouTube-канале «Центр культуры и современного искусства» имени Гагарина вот эти видеоподкасты выложены, вот их интервью. Хорошо. А также мастер-классы мы провели. Ага, мастер-классы какие? Значит, мастер-классы по вокалу, поскольку у нас всё-таки конкурс песни, это были квалифицированные у нас мастера, вот из музыкального колледжа Александра Викторовна Янкова, очень опытный педагог по вокалу, и Кордон, и Руслана Геннадьевна, она преподаватель Арктического государственного института культуры, у неё очень богатый опыт работы с самыми даже именитыми нашими мастерами, народными артистами. Ну, как мы узнали, ваш фестиваль включает целый комплекс мероприятий, и всё это началось вот в такое непростое время, во время пандемии, это был 2021 год, вот как в таких условиях вы работали? Ну, наш фестиваль «День героя», вот вспоминая историю Великой Отечественной войны, в этот период открывали театры, да, вот наш кинотеатр «Центральный» был открыт в годы войны, кстати, в этом году у него будет юбилей. Вот так что вот пандемии для нас не было препятствием. Единственное, что, конечно, вот переносились у нас сроки гала-концерта, и 26 марта он состоялся, несмотря на то, что мы планировали провести именно 9 декабря в «День героев Отечества России», да, вот наш праздник такой, да. Ну, 26 марта у нас состоялся этот праздник, и посетил его впервые вот в нашем новом центре космонавт-испытатель Иван Викторович Вагнер. Здорово. И знаменательно, что после этого, вот 4 мая, Владимир Путин сдал указ о том, что вот ему присуждается звание «Героя России». Я думаю, что ребятам, всем участникам обязательно запомнилась эта встреча, да? А насколько широкой была география участников, да? У нас принял, в основном, конечно, это город Якутск, но и 9 улусов. Наиболее активные это Вилюйский, Хангаласский и Намский улусы оказались. Хорошо. А что для вас, вот, например, было сложным в написании проекта, да? Вот кто-то не может, например, правильно поставить цели, да, кто-то не может определить задачи, кто-то не может саму идею, да, найти правильно, неправильно, может быть, сформулировать её не так. А что было сложным для вас? У нас сложного в этом проекте не было, ничего, можно так сказать. На одном дыхании мы её написали, этот проект. И дело в том, что у нас команда достаточно опытная. Мы вот за вот эти полтора года выиграли 4 гранта, да? У нас не только вот этот грант, вот, на федеральный. Поэтому, в общем-то, несложно. И мы вам писали, просили небольшую сумму. Дело в том, что если просишь сумму, закладываешь вот до 500 тысяч, то шансы увеличиваются, да, выиграть проект. Главное, чтобы он соответствовал критериям. Ну вот видите, какой совет вы даёте для наших телезрителей, радиослушателей. Может быть, действительно, кто-то из них ещё решится. Есть время до 7 июня написать свой проект и защитить, да, свою заявку. А что вы можете ещё посоветовать тем, кто, может быть, обладает какой-то идеей, да? Ну, просто не хватает, может быть, смелости для того, чтобы её притворить в жизнь. Ну, я посоветую прежде всего, в общем доступе они выложены, да, в основном в Ютьюбе, мастер-классы и вот различные семинары, вебинары, фонды культурных инициатив, где очень подробно, прямо по разделам говорится о том, какие требования при заполнении заявки, и всё это на практических кейсах показывается. Вот, начать с этого и посмотреть буквально по нескольку раз. И второе, это команда проекта. Команда проекта должна соответствовать всем вашим представлениям, что вы будете уверены на 100% о несостоянии реализовать этот проект. У нас вновь телефонный звонок, возьмите, пожалуйста, наушники, послушаем. Алло, добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день, я из города Якутска, меня зовут Оксана Тобохова. Я вот неоднократно участвовала в проекте «Добрый почин». Здравствуйте, Оксана. Слушаем вас. Добрый день, это Оксана Тобохова из Якутска. Да, послушаем. Добрый день. Я бы хотела поблагодарить организаторов проекта «Добрый почин». Я вот участвовала в мастер-классах, нам очень понравилось. Очень много работ мы сделали. Побольше бы таких проектов для нас. Спасибо за звонок. Действительно, бальзам на душу для тех, кто делает эти проекты. Именно для людей, для наших земляков. Всё-таки хотелось бы такие советы у вас получить. Вообще, какой продолжительности должен быть проект, чтобы он был успешным? Как вы думаете? Продолжительность проекта зависит от цели, которые вы поставили. Можно до полутора года. Есть долгосрочные проекты, до трёх лет даже можно. И поэтому, если мы говорили про ошибки, то я хочу ещё одну ошибку сказать, что люди очень скромные и очень мало денег просят. Они реализуют республиканского масштаба проекты, даже маленькие, даже сельские домокультуры, и просят очень мало денег. И поэтому эксперты оценивают, что это нереалистично. Что такой большой охват, когда прямо до тысячи участников, даже 10 тысяч участников у нас хотят охватить за 500 тысяч. И, конечно, пишут нереалистично. Хотя мы знаем, что наши люди так работают. Поэтому для начинающих, кто вообще очень скромный первый раз, можно начать 6 месяцев, наверное, да? Ну и 500 тысяч попросить. Но кто уже работает, то здесь вообще всё зависит от проекта. От охвата, от масштаба. И проект — это люди. У нас ещё большая ошибка. Очень часто иногда привязываются к каким-то приобретениям. Да, вот, например, спрашивают домокультуры, можно ли нам музыкальные инструменты приобрести? Да, например, текущая деятельность налажена, но чего-то не хватает. Переворачивать цель, получается. И вот это вот приобретать можно, всё можно. Но оно уходит в бюджет, и оно появляется в календарном плане. Не надо писать, мы хотим купить это. Просто в календарном плане есть мероприятие, а в бюджете есть строка мероприятия. И там пишется, покупаем то-то, то-то, будем использовать в этом-то мероприятии. Всё. Я бы хотела посоветовать также подумать, кто будет партнёрами вашего проекта, потому что это один из значимых критериев партнёра проекта. Вот, допустим, по нашему Дню Героя, да, очень большую помощь оказал народный депутат Иван Иванович Данилов. Он на 100 тысяч выдал призы. И также Республиканский комитет авиационных работников нас очень сильно поддержал. И кроме того, в ходе выполнения проекта к нам сами добровольно присоединились. Земля, Мигинно-Кангаласская земля, чисто. Хорошо. Спасибо, дорогие друзья. Программа «Якутск. Сегодня». Всего вам доброго.